Всего на уровень суток со Златой в березках. Я сейчас палил парник. Хочу сказать то, что какой плюс парника. То есть у нас же канал Кухня Охотника с лайками. Вот лайки, только одна. Вот кабачки пожелтели. Капизочка подошла. Хороший качанчик. Там кабачок. Надо угощать кого-то. Одноклассница, надо позвонить. Подъели эти гады. О, продырявили зеленый щи. Вот что-то вот из каких-то листов. Что-то можно будет нарубить. Он там, Татьяна приедет, порубит. Так. Полью разок. Смотри, это я сейчас домой. Сдуру вчера купил огурцы. Два штучки таких длинных. А я приехала, у меня дожидается меня. О, и перчик красный. Перец там вовсю прет. Сейчас закрыл форточку. Вот, щавелек есть. Кстати, можно сделать щавелевый щи. Давно сто лет не ел. Вот кабачки. Похвалиться хочу. Вот щавелек. Писатенько. Помидоры, конечно, все. Сюда автора. Сматал ее. А перчик-то у меня. Смотрите, какой у меня перец. Что значит? И цветет. И тот весь цветет. Посередине перец у меня. Сейчас поливал я этого. Подставки сделаю завтра. Сегодня уже. Что делать? Падает от тяжести. Янук тоже не дремит. Спрятался. Смотрите, и он цветет еще. Огурцы. Еще есть огурцы. Помидоры черри. Мири терри. А эти вот сейчас вот еще. Китая мать, мой любимый. Полюбил я. Это вот говорит о том, что Поливка Нерегулярно на этаж. Я отсутствую. С парником надо Жить, дружить. Злат. Злат, иди сюда. Ты что там делаешь на чужих грядках-то? Иди ко мне. Все. Пойдем. Ты что? Топтать только свои. А у нас их нет. Ох, еб. Чуть не навернулся. Я в гостиницу приехал. Ты взял все-таки, да? Сейчас. Парник мне Должным отдает. Злат, яблок не было. В этом году груши были. Если попадали, поищи там что-нибудь. Да, да зажрались. Кабачки не уйдят. Их тут под землей-то еще. В траве-то вон их. Сколько-то еще. О! Наташки с Багом. Она любит кабачки. Хотя кабачковая икра. Туда-сюда. Вкуснота. Ну что, виноград? Ты в этом году отрыгнул очень хорошо. На следующий год дашь? Тебе надо укрыть. С леса привезу елок. Я как бы тебе внимание-то уделю. Укрой тебя, поди. А? Ну и все. Готовимся к зиме. Груши попилить надо там. Ветки-то какие. Надо этой дружбы. Как мама ее дружбы называет. Потому что мы навестили со Златой огород. За их его купил себе пельмени. Сейчас сварю. Надо суп какой-то варить. Ну, вот такой вот урожай. А что я капусту вчера купил? Пришел бы вот сейчас, срубил бы. Нет, нам... Зачем заезжать на огород? Нет, мы сначала едем в какой-то магазин. Сначала купил, а теперь я... Ну, ладно, там сейчас не очень дорого. Ну, можно было вот эту завтра на суп. То есть сегодня, может быть, когда-нибудь. Ёкарный бабай. Да? Злат, что мы делаем не так? Я сезонку взял. Путевку взял. Мы в воскресенье начинаем наш поход. Куница с 15 октября. Якши? Пойдем. Пойдем, Злат. Не ходи туда. Злата. Иди проверь. Парник, войдешь, проверишь, можешь есть. Злат. Злат. Злат, иди сюда. Иди проверь. Она вот до чего так привыкла, когда я говорю, иди проверь, она проверяет. То есть доверяет мне. Злат, только не копай там ничего. Злат. Все, иди-ка. Все, понюхал. Там сыр, да? Иди-ка, Злат. Пойдем. Пойдем. Все. Вот, парник, большое дело. То есть, что на улице, а в парнике... Ой, смотрите, березки-то как оголились. А парник, конечно, дело большое. Ну, какие березки. Все, осень. О, будем зимой. Не утеплил дом. Все. Будет не мороз. Яйки накручивать. Вечно молодой, вечно пьяный. Как Ленин. Буду лежать. Все мои состарятся, а я буду... Все, молоденький. Потому что дом никак не утеплю. Со своими миллионами не знаю, куда деться. О. И вот опять, наверное, буду мерзнуть. Это с виду так кажется. А что там фольга-дом? 10 сантиметров толщина, и все светится. Вон дом весь светится. Надо срочно его утеплять туда-сюда. А я никак не могу. Все пустил в машину, чтобы как-то прожить. Налоги пришли. Ой, кошмар, двадцатку отдай. Хорошо за собак пока не берут. Да? Так, ну что, берем по карманам, тырим. Да, а дом утеплить? Сейчас 200-250 кусков надо. Сейчас все купить только 130, плюс работа. Вот так вот. И все, блядь. Не так все просто в этой жизни. Свой дом. В квартире пришел, лег, и все. Раз в 10 лет обои поклеил нахуй. Потолки побелил. И ходи-то в свою комнатушку. Радуйся, да? Полы домой да подметай. А здесь то дренаж, то хренаж. Но есть плюсы. Нет соседей, только за забором. Я имею в виду на этажах. Соседи бывают на этажах, когда гости приезжают. Вот. Пеньки с Карелии. Это. И можно выйти, что-то пожарить, что-то это, подышать воздухом. Из квартиры надо куда-то выезжать. Куда-то ехать. Есть плюсы, есть минусы. Но большинство убирает квартиры, чтобы ни хрена не делать. Ну или нет возможности. Либо безрукие, либо лентяи, либо... Есть такая ситуация в жизни, что некуда. И где-то что-то строить. И нет возможности. Хотя многие, я знаю, поменяли квартиры. Продали квартиры, построили дома. А кто-то имеет и то, и то. Вот так вот. Вот сейчас железо сдам. Тысячи полторы дадут. Может быть. Может и еще. Не знаю сколько, но тяжелое все. Куплю им. Вкусненькое что-нибудь. Злат, поедем? Пара идет из-за рта. Лайки, это кошмар. Злат, поехали? Пойдем. Ну и в баню. Я уже все на тырил. Пойдем. Сам у себя. Садись. Злат. Сейчас грузовик еще надо заглушить. Злат. Иди садись. Поехали. Все, людям показали. А то купил, блин. Магазинный. Когда вон, три смычка у меня тут. Китая мать. Да? Морда. Все, всем пока. Вот Юрка с огурцами. Все, поехали мы домой. Пойду глушить. Завтра в сервис. В сервис и менять лобовое стекло. Так, я туда кинул, кинул. Все. Штуки найти надо. А дальше морозы. Завтра последний день плюс 15. Все, резинка дубовая. На техосмотр. Кунде, манде, манде. Ха-ха-ха.